Фермер Канат Джилкебаев вместо популярных моделей японских автомобилей предпочитает самого обыкновенного осла по кличке иноходец. Признается, что водить машину на южном берегу Иссыкуля невыгодно. В первую очередь полетит ходовка. Осёл уже транспортное средство неприхотливое, подковы дешёвые, плохие дороги иноходцу в самый раз. Я тут каждый день проезжаю. Дорога, как старые штаны. Заплатка на заплатке. Через месяц весь этот ямочный ремонт насмарку. Итак, до самого Каракола. Житель соседнего села Аделка-Сыкеев показывает качество многолетнего ямочного ремонта. Трещины заделаны кое-как, дорожное полотно сыпется в буквальном смысле. Мужчине 62 года, и он не помнит, чтобы эту дорогу когда-либо ремонтировали. «Вот посмотрите на дорогу. Разве это можно назвать дорогой? 45 лет её не ремонтировали, только лишь латают и латают». Депутат сельсовета Джанбек Кудабаев разрушение дорог винит крузовики Кумтора. Вереницы многотонных мактраков проезжают каждое утро. Дорогу, по мнению местного жителя, нужно расширять. Четыре полосы, между ними разделительный бордюр. «Аварий очень много. А почему они происходят? Потому что дорога узкая. В некоторых местах и вовсе осталась только одна полоса. Вторую накрыло песком. Не видно её. Вот так и погибают люди». «Депутатские машины здесь не те, что в столице. Под стать дороги. Пассат словно пережил ни одну вражескую бомбёжку. Узлы расшатаны, шаровые стучат, амортизаторы давно не гасят колебания». «Приходится часто ремонтировать ходовую часть автомобиля. Всё ломается из-за дороги». «Жители южного берега Иссыкуля устали обращаться во всевозможные инстанции. Никто уже не верит, что дорогу когда-либо обновят». «Сколько обещают, что построят дорогу. Авоз и ныне там. Громкие слова, а на деле пшик. Те, кто у власти, только делают, что воруют наши с вами деньги. А простые люди как жили, так и живут». Дорога по югу от Балкчи до Каракола – 220 километров. И за 28 лет независимости смогли привести в порядок участок протяжённостью всего лишь 3 километра – от Бакунбаева до села Тонг. И то благодаря Кумтору. Туризм на южном берегу Иссыкуля, по мнению сельчан, не развивается как раз из-за этой дороги. Самые оптимистично настроенные местные жители ждут и всё-таки верят, что жизнь наладится и про них когда-нибудь вспомнят.